Всем привет, вы на канале А ну-ка давай-ка и сегодня мы будем смотреть новые мемы от подписчиков. Мы знаем как вы любите эту рубрику, поэтому постарались взять побольше ваших приколов. Смотрите ролик до конца, чтобы помочь нам выбрать самый лучший мем. Ну все, давайте начинать. Первым у нас будет малыш. Если честно, я очень люблю творчество наших зрителей, ведь их работы всегда поднимают мне настроение. Владимир Канют, запускай презентацию. Когда надел мамину шляпу. В таком образе меня бы точно никто не узнал. Поп, когда хотел помочь, а сделал только хуже. И такой, упс, эта история точно про меня. Порой мои лавки абсолютно не хотят слушаться. О, а это я после нового года. К сожалению, поедание вкусных салатиков к концу праздников вылазит боком. Ведь потом приходится думать, как срочно скинуть вес. Так, а это школьный мем. Написано. Приходит учительница математики, которую боится вся школа. А рядом новенький, который ничего не подозревает. О, еще мем про эту тему. Какую тетрадку даешь, а какую возвращают. Ребят, если у кого такое было, поставьте лайк. Посмотрим, сколько нас. Оф, когда съел 100 блинчиков. И превратился с малыша в какого-то кругляша. Прикольно. Я стал Наруто. И у меня крутая повязка. Мама говорит, надень шапку. А я такой, нет. И через секунду начинаю кашлять. И тогда мама включает свой учительский тон и произносит. А я тебе говорила. Поэтому мне кажется, лучше сразу сделать, как говорят. Эй, не понял. Кто-то соединил и шака, и меня. И получился какой-то гибрид. Малышак. Мне кажется, таким чудищем можно детей пугать вместо бабайки. А вот этот мем точно в тему. Ведь здесь я с картой переворота. С игры Уна. И написано, кто обзывается, тот сам так называется. А это значит, что прошлый мем, где я в виде ишака, переадрисовывается к его владельцу. Пов, увидел интеллектуальный мем и понял его. И теперь называешь себя интеллектуалом. О да, это точно. А вот такое мне определенно нравится. Кот на чипсы. Со вкусом сочной рыбки. Я думаю, что никто из нашей дружной семьи не отказался бы от этой интересной новинки. Прикольно. Мелкая меня оттаскивает, чтобы я не съел колбаску. Ну что ж, выглядит очень правдоподобно. Мне нравится. Когда мама везет тебя на санках зимой в садик. О да, главное в такой момент не упасть. А то мама может пойти дальше, а ты останешься лежать на снежной дороге. Мое поведение, когда меня узнали фанаты. Ну да, типичный я с криками, аааа, убегаю куда подальше. Эй, вы опять решили меня каким-то мутантом сделать? Теперь я обсвенячился. Хоть это и выглядит смешно, но я пожалуй поищу карту переворота и отправлю этот мем на другого игрока. Эм. О, а здесь целая история. Пов, когда в пять лет едешь к другу на ДР и мама дала телефон посмотреть, а ну-ка, давай-ку. Ну и ты, конечно же, залип. Ребята, а напишите пожалуйста в комментариях, как давно вы смотрите наш канал. Мне будет интересно почитать и познакомиться с вами поближе. Пов, мечты малыша. На канале А ну-ка, давай-ка, 100 миллионов подписчиков. Все верно, быстрее нажимай на красную кнопочку и вступай в нашу семью. Юбилей с 5 миллионов подписчиков уже не за горами. Ну а если вы уже подписаны, то отправляйте это видео своим друзьям. Пускай посмотрят и познакомятся с нашими веселыми роликами. Так, ну что тут про меня? Кошка плюс Федька. Котеечка. Хе-хе, прикольно. И крылышки очень милые. Мне кажется в таком образе можно смело идти на какой-нибудь праздник. Пов, ты в 5 лет нашла мамину косметику. Не, ну все девчонки когда-то начинают эксперименты. Сперва это выглядит немного страстновато, но зато потом получается отличный макияж. Хе-хе, а вот это смешно. Я дома милашка, а на обходе территории выгляжу как терминатор. Хе-хе, а ведь я в ролике у мистера Биста. Прикольно. Анюта говорит, что дедушка Мороз принесет нам сегодня подарки. Я такая в 3 часа ночи устраиваю ему засаду. Если честно, как-то с малышом мы пытались такое провернуть и посмотреть на дедушку хоть глазком. Но мы пока сидели в засаде уснули и наш план провалился. О, а такой аксессуар мне нравится. Замурчательная тревога. Если где-то поблизости появляется нарушитель, то эта штучка должна громко-громко запищать. Ну и замяукать. Просто я не знаю какие в нем настройки. Хе-хе, что у меня в голове 1 сентября. О, да, эти треки реально цепляют. Спасибо, конечно, за мем, но теперь мне придется пойти и послушать их заново. О, прикольно. Великие ученые, Вишкиш и Мярка. Это, наверное, мы уже после Касати Академии в науку подались. И с течением временем стали выглядеть как настоящие академики. Хе-хе, а это школьный мем, в котором говорится, что после лета на учебу вернулся тот самый одноклассник, который за 3 месяца вымахал как динозавр. С малышом было точно так же. За одно лето превратился из ребенка в подростка. О, кажется, это знак. Я же реально проголодалась, поэтому с вашего позволения пойду перекосу чем-нибудь вкусненьким. Спасибо, ребят, за мемы. Анют, я у вас новенькая, поэтому рассказывай, что нужно делать. Просто смотри на экран, а на нем будут появляться смешные картинки. Ага, вижу такие. Теперь читай и говори нам нравится тебе такой прикол или нет. Ой, Анют, здесь вообще прям какая-то история про меня. Типа я пошла на кухню в 3 часа ночи, чтобы перекусить и случайно уронила кастрюлю на пол. Поэтому на нижней фотографии на моточке такой испуганный взгляд. А это прикольно. Милси Вэй. Как Милки Вэй, только Милси. Такой батончик мне нравится. Так, а здесь я по сюжету взяла волшебную шапочку Кубати и наколдовала пару кусочков колбаски. Это что получается? Я записалась в школу волшебства? Эй, если ты научилась магии, то наколдуй мне 10 килограмм сосисок. Не, Юги, я только в мемах умею колдовать. В реальной жизни еще не научилась. Хе, забавная ситуация. Пуф, тебя вызывают на самый сложный пример. И ты правильно его решаешь. Шутки и шутками, но такая ситуация произошла со мной на дне. Тетя Рыжуля дала очень сложную задачку, а я прикинула все в уме и дала правильный ответ. Кстати, ребята, я заметила, что очень много вы присылаете ситуаций, связанных со школой. А мы вам рассказываем какие-то свои истории. Может сделаем как-нибудь наоборот? Мы будем рассказывать ваши школьные истории и вместе смеяться. А что, прикольная идея, мне нравится. Ребята, напишите свои истории, а мы выберем самые крутые и их зачитаем. Пуф, Милси приехал на неделю к бабушке. Не, ну это классика, только у бабушки можно питаться круче, чем в Мишленовском ресторане. А вот это прикольно, мы с Бафюшей царевны. Так стоп, у них же там своя школа магии. Это что получается, подписчики опять намекают, что у меня есть предрасположенность к волшебству? Или я чего-то не понимаю? Опа, по-моему самое время поставить этому ролику лайк. Да, ребята, если на этом выпуске наберется 50 тысяч пальцев вверх, то мы снимем новую часть. Так, а здесь я увидела, что учительница идет ко мне со злым лицом. И как всегда в такие моменты все внутри сжимается и хочется провалиться сквозь землю. А потом выясняется, что она просто шла по своим делам. А тут я походу куда-то не туда нажала. И кораблик поломался пополам. Милси космонилси. Прикольно. Когда сбегаешь со школы и тебя заметила математичка. Ой, ребята, я вообще-то школу не прогуливаю. Не надо тут на меня наговаривать. И вообще, лучше присылайте свои школьные истории. Если их будет много, Анюта обязательно согласится сделать такой экспериментальный выпуск. Все, Анют, я готова. Ха, и правда, поназаказывают всякой техники, а ты сиди потом и разбирайся, как она работает. Мне, конечно, это не сложно делать, но каждый раз приходится изучать полностью инструкцию. И у меня такое чувство, что благодаря деткам я скоро стану продвинутым инженером. Ха, так, а тут что-то из современного. Если бы у пушистиков была своя кей-поп группа и называлась бы она Мяу Кидз. Ха, спасибо, конечно, что и меня включили в такой коллектив, но боюсь, для такой деятельности у меня маловато музыкальных талантов. О, а этот мем сделан на основе программы «Кто хочет стать миллионером?» и вопрос на выигрыш «Миллион кусочков колбаски» звучит так. Что делать с горшком? Скинуть, разбить, испортить, сломать. Ха, эй, а чё все варианты ответов какие-то негативные? Я вообще-то воспитанная кошечка и специально хулиганить не собираюсь, так что я не буду выбирать ни один из представленных вариантов. Ха, по-моему, это Майнкрафт, и судя по всему, я на лодочке заплыла в какую-то пещеру и заблудилась. Ха, что ж, такая ситуация точно может со мной произойти, ведь я совершенно не ориентируюсь в компьютерных мирах. Молния Маквин, что ж, тут челлиж я реально очень быстро прошла, поэтому спасибо за такое приятное сравнение. Ха-ха, и еще один мем в эту тему. Эти окошки для меня как семечки, я их щелкаю и даже не замечаю. Прикольно, что вас так впечатлило мое выступление. Ха-ха, и не только ребят, если честно, мы с Андреем до сих пор в шоке от твоих прыжков. Ну что ж, поехали. Ха, как до первого сентября задали кучу домашки, и я такой, мам, я приболел. Кх-кх-кх. Я вообще-то не понимаю, зачем в первые дни так много заданий. Мы же все лето обалдели, и возможно даже кто-то писать за три месяца разучился. Ха-ха, ну да. Зима, это та пора года, когда шапка решает, какой будет твоя прическа. Фух, хорошо, что это время уже прошло, и теперь на улице более-менее хорошая погода. А то реально спрогнозировать, как ты будешь выглядеть после снятия шапки, было просто нереально. Ха-ха, прикольно. Мама после родительского собрания. Ага, это именно тот случай, когда к приходу мамы со школы в доме идеальная чистота и вымыта вся посуда. Ха-ха, но в этом случае уборка похоже не помогла. Ого, сколько в папке разных мемов. Слушайте, а вы неплохо постарались. Хе-хе, Пов, когда у тебя украли колбаску. Не, ну пару раз можно потерпеть и поделиться, но если больше, то тут уже надо подключать другие методы. Рошки-макарошки, что это со мной? Это ты в стиле Гоголя, и получился Ю-Гоголь. Мне кажется, этому персонажу нужно сходить в барбершоп. Уж очень он лохватый. Пов, когда гулял и вспомнил, что час назад забыл закрыть двери. Ага, и со всей скорости бежишь домой и надеешься, что за это время никто к вам не зашел. Когда попросил бабушку сшить костюм на Новый год. Хе-хе, а что прикольно, как по мне этот персонаж трендовый, поэтому на утренник можно смело так идти. Пов, высокий друг показал короткую дорогу. Хе-хе, не знаю, кто это придумал, но мне нравится. Ведь такая ситуация бывает очень часто. Особенно, когда гуляешь с дядей малышом. У него лапы длинные и сильные. Он может пройти где угодно, а мне приходится за ним поспевать. Хе-хе, ага, я помню вашу зимнюю пробежку, когда ты его еще джипом назвал. Хе, точно. Я спрашиваю у учительницы, можно мне исправить двойку? А она такая лапой. Нет. Ты весь год хихикал на последней парте. Ну, я же это делал не специально. Вечно кто-то меня смешит. А у меня хорошо развито чувство юмора, поэтому все шутки вызывают улыбки. Как говорил Юрий Гагарин, поехали. Все правильно, садимся в космический корабль и летим на Луну. Правда, в моем случае этот летательный аппарат нужно модернизировать, ведь на стиральной машине далеко не улетишь. Когда хочешь стать фараоном. Насколько мне известно, моя порода не совсем подходит к этой теме. Но если делать косплей, то я не против. Когда вы кинули колбаску, у которой срок годности еще пару секунд. Все верно, нужно ее срочно доставать, ведь колбаска за одну секунду не портится. Это я как сервеладный эксперт вам говорю. Ребята, давайте я посмотрю еще пару мемов и позову кого-нибудь следующего. Тебе сказали решить задачу. А тем временем ты лежишь такой на чиле на расслабоне и вообще думаешь не про это. О, а это я типа анонимус, только анаюгус. По-моему мне нужно одевать эту маску, брать самокат и отправляться ездить по парку. В прошлый раз подписчики за участие дали мне грамоту, поэтому сегодня я прибежала на съемки как только смогла. Так что давайте начинать. Слово катана, колбаска на асфальте. Прикольно, даже мне какую-то роль дали. Но если честно этот сериал мне не понравился. Слишком много разборок и мало добрых моментов. А мне всегда нравится чтобы было наоборот. Пов, когда мама зашла в твою комнату, а ты делаешь косплей на Мурсдей. Прикольно придумали. Такая мода действительно была в моей молодости. Правда фотографий никаких не сохранилось. Но думаю это и к лучшему. Опа, Рыжу мне. Этот цифровой цирк до сих пор нас преследует. Ха-ха-ха, а вот этот спортивный мем мне нравится. Пов, когда Рыжуля посмотрела один раз футбол. И я такая, сиииииии. Ха-ха-ха, а здесь я после просмотра фильма один дома. Жду непрошенных гостей. И мысленно надеюсь, что разбросала достаточно елочных шариков. Да, в нашем доме можно целую кучу ловушек придумать. Так что нарушителям не сдобровать. Пов, когда малышня хочет сбежать со школы котов. А я такая, куда идем? И вся банда понимает, что они попались. По-моему, это гениальный мем. Написано, Рыжуля фоткает эстетику. Ну а что, мне нравится все красивенькое. Значит подходит. О, а этот опять про школу. Где я говорю, что седьмого урока не будет. И все ученики со скоростью гепарда покидают здание. Ха-ха, Рыжанавт. Прикольно. Ха-ха, кто-то очень хорошо меня знает. Ведь именно с таким выражением мордочки я обычно и сижу. Когда узнаю от Анюты, что про меня есть новые мемы. Кстати, а почему так происходит? К вечеру уже устаешь и хочешь спать. А как только ложишься в кровать, сразу же энергия бьет, как из электростанции. И сон просто лапкой снимает. О, а здесь мы нашей компашкой вышли на природу. И мне на голову зачем-то сел голубь. Ха-ха, вот это морда. Когда услышала новость о запрете колбаски во всех странах. Ой-ой, а это я в образе врача. Но если честно, я бы побоялась к такому доктору идти. На хмуренные брови и страшная улыбка меня пугают. Написано, когда решила стать видеоблогером. И купила микрофон за 100 рублей. Ха-ха, ну конечно. С такой аппаратурой только и будут слышны всякие шипения, хрипы и пуки. Вау, как прикольно. Мои эмоции, когда вижу расписание на понедельник и пятницу. И судя по всему, пятничные дела меня очень пугают. Думаю, это отличный последний мем про меня. Я получила массу удовольствия и ставлю лайк всем работам. Сегодня они были очень мощные. Да, Рыжуль, я с тобой согласна. Анют, я готова. Запускай презентацию. Вов, начались съемки, а ты забыла слова. Такое, кстати, часто бывает, что вместо нужных слов со рта вылетает что-то незапланированное. Ха-ха, а это я в своей волшебной шапочке. Предлагаю погадать. Если честно, то такими вопросами занимаюсь крайне редко. Ведь предсказание дело сложное и много факторов зависит не от тебя. О, а это школьный мем. Мне и моей лучшей подруге учительница задает вопрос. А мы такие сидим с напряженными извилинами и не знаем, что ответить. Ха-ха. Байфи стесняфи. По-моему, я выгляжу, когда прошу вас поставить лайк. Ха-ха. А это малыш презентовал мне шляпку с его личным дизайном. А я такая, спасибо, выглядит очень интересно. Единственное, мне кажется, с такой шапочкой возле котиков лучше не ходить. Решила все математические примеры и получила звание Баффи-умняфи. Ха-ха. Ух ты, а здесь я стала стройной, как морковка. Баффи, ты в отличной форме, не смей так худеть. Пов, когда тебе нравятся цветочки. Слушайте, а каким девчонкам они не нравятся? Думаю, красивые букетики никогда не помешают и не испортят атмосферу. Ха-ха. Мама, я скоро буду дома. Тем временем я нахожусь в этот момент на луне. Хе-хе. О, Баффи убегаффи. Я и правда быстро бегаю, но только тогда, когда у меня хорошее настроение. Хе-хе. Помню, ты как-то раз разбегалась по грядкам, что мы с Андреем еле тебя словили. Ну да, было такое. Пов, Баффи зашла в Майнкрафт. Классный мем. Идеально описывает мою игру, потому что я люблю строить. И как знают подписчики игрового канала, я недавно закончила делать самую милую деревню в Майнкрафте. Так что кому интересны игры, не забывайте, что у нас есть и второй канал. Хе-хе. Баффи Ли Даффи. Добавляя этот мем в копилочку с подобными приколами. Пов, когда мама сказала не заплывать далеко на надувном круге. А я такая, отвинта. И поплыла навстречу приключениям. Хе-хе. Скажу вам честно, такое поведение я не одобряю. Ведь в воде надо быть очень аккуратными. И особенно слушаться родителей. И тогда ничего плохого точно не случится. Баффюша-колдовуша. Кстати, что-то я давненько не использовала свою магию. Надо будет в ближайшее время попрактиковаться. Хе-хе. А это какой-то мем из прошлого. Когда хочешь покушать скитлс, но у тебя скитлстрянка. Мне кажется, этот прикол прислал наш реально старый зритель. Поэтому спасибо, что ты сих пор с нами. Хе-хе. Ситуация первого апреля. Пока Баффи спит, я решила немного подсутить. А потом она спрашивает. А почему все так странно на меня смотрят? А я такая немного смущаюсь и говорю. Не знаю. Пуф. Когда наконец-то сделала прическу и смотрив на себя в зеркало. О-да. Это очень приятное чувство, когда тебе нравится, как ты выглядишь. Ой-ой. Именно такую эмоцию вызвала эта гора книг, которую нужно прочитать за лето. Хе-хе. Когда решила закопать кофточку, а потом забыла, где она. Начала искать и нашла все древние спины. Собака в тренде. Ну вы приколисты. И фэт мне дали, и кудрявки. И вообще, судя по этому фото, я слегка перекачалась в спортзале. Думаю, если появится в таком образе в ролике, то никто меня бы не узнал. И начали спрашивать пора нового питомца. Пуф. Когда меня разбудили в 6 утра. И ты сидишь такая на кровати и выдаешься собрать мысли в кучку. И хоть как-то прийти в себя. Ведь пару секунд назад у тебя был крепкий сон. Хе-хе. Супер Пупся идет на помощь. А что? Я не против. Мне нравится быть полезной и отпугивать всяких нарушителей. О! А это мем с викториной. Вопрос. Что чаще всего меняется на канале «А ну-ка давай-ка»? Пару секунд на размышления. И правильный ответ. Дерево. Хе-хе. Ведь именно оно каждый сезон обновляет свой облик. Хе-хе. И я в виде полицейского. Что ж, мне кажется такой милахе точно бы дали все граждане свои документы. А это шоколадка. Не Аленка, а Пупся Ленка. Со вкусом косточки. Хе. Думаю на собачьем рынке она могла бы быть востребованной. Хе. Пупся Шампупся. Прикольно. Такая игра слов мне нравится. О! Ты в жизни и ты в интернете. А что? Похоже на правду. Фотографии в профилях как правило с фильтрами. А в жизни фильтров нет. И все выглядит по-другому. Офицер Пупся распутывает дело о пропазе ее косточки. О да. Опытов в этих делах у меня предостаточно. Пупся Завр королева южского периода. Прикольно. Никогда не задумывалась каким могла бы быть динозавром. Я по сути хищник. Поэтому форма тирекса мне подходит. О! А это я в виде миллионерши. Потому что у меня миллионы всяких вкусностей. Что-то в этой картинке мне на перекус захотелось. Поэтому давай закругляться. Окей, как скажешь. Ребята, вот такой огромный выпуск у нас получился. Поддержите пожалуйста его лайком. Тогда мы будем знать, что такой формат вам нравится. Ну а на сегодня у нас все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое. Все угодно. С Владимира. Спасибо за городом. Удачи! Продолжение следует...